Красивая осанка Псков. Групповые занятия для детей, индивидуальные занятия для взрослых. Жесть, ребят. Вообще Озон сошел с ума. Тут Озон и рядом Вайлдберрес. Вот там через дорогу Озон. Господи, Озоны, Озоны. Рынок захватывают. Пойдем. Имеют ли они выгоду какую с этого, интересно? Что они везде тыркают. Видите, как хотят перебить Вайлдберрес? Тыкают, тыкают, покрытие, все покрытие. Ой, сегодня я хочу как раз-таки вот об этом и поговорить. О рекламе, о деньгах, обо всем этом деле. Вот мы сейчас занятия идем с Линдой. Вот. Отвела занятия. Что, народ то есть, то нет, то есть, то нет. По будням дети плохо ходят на занятия, потому что учатся. Очень сейчас, ну, расписание у детей такое, что по будням мало ходят. Я уже объявление подала, что приму в будничную группу и взрослых. Ну, как бы после пробного занятия, потому что не любого взрослого, понятно, я приму, да, чтобы там и дети занимались, ну, как бы подростки, да, там не то, что маленькие, подростки там по будням. И чтобы можно было туда и взрослым прийти. То есть, у меня группа-то маленькие совсем. Вот. Просто потому, что по будням не ходят. Ну, мало ходят, мало. Все, кто приходит, в основном, это выходные, потому что по выходным хотя бы у них есть время куда-то сходить. Вот. Сегодня планирую опять пойти разносить листовки. Я один раз в неделю хожу, разношу листовки. Ну, вот пока что листовки разношу. Наверное, когда потеплее будет, буду объявление уже клеить. Ну, потому что группа, в группе, понимаете, постоянно не у комплект. Так, Лендусь, пойдем я мусор тут выброшу. Постоянно не у комплект. Так бы как бы не хватает до у комплекта, чтобы хотя бы доход-то был маломальский, да, все время не хватает. Кто-то походит, потом перестает ходить. Ну, это и понятно, это жизнь, да. Никто не обещает, что будет к себе вечно ходить. Понимаете, сто лет. Заболевают. Или просто по каким-то другим причинам. Сейчас, Лендусь, не ходи, сейчас помойку здесь выброшу, у меня пакет. А то ни одной помойки даже нету. Вот. Кто-то просто походит, походит, надоедает. Сейчас же как бы у детей такого нет усидчивости. Зайенька, дай мне пакет я понесу. Сейчас как бы сказать, нет усидчивости у детей. Дети такие вот, как бы, очень у них внимание такое рассеянное. Туда походят, сюда походят. В общем, вот так вот, да. И вот постоянно приходится думать, как сделать рекламу. А в интернете реклама тоже, как бы сказать, ну как. Это если только постить кого-то, просить. А кого я буду просить постить? Ну кого? Кого? Учеников? Чаты устраивают с родителями? Да я бы на месте родителей, если бы мне так заставляли постить постоянно. Я бы, ой, мне бы так это надоело. К людям тоже не хочется лезть, да. Это их личные границы. Понимаете, уже хорошо, что пришли. Вот. В общем, и не знаешь, как рекламу сделать, когда ты копейки зарабатываешь, да. Тут вон табло здесь, на Рижском, здесь рядышком. Табло такое, экран электронный. Там идёт реклама, как фото, видео, такие ролики коротенькие. Думаю, позвоню, узнаю. Вот. Позвонила. Табло 4 на 4 метра. Реклама, ролик 10 секунд. Я офигела от цен. Вот чтобы этот 10 секунд было один раз в минуте, надо за месяц заплатить 17 тысяч. Чтобы раз в 2,5 минуты 10 секунд 13 тысяч. Раз в 5 минут 10 секунд 11. И раз в 10 минут, 10 секунд реклама твоя, это 8. Я ей говорю, говорю, знаете, я была поражена вашим ценами, я не ожидала, что такие цены будут. Ну, я рассчитывала, ну, хотя бы на 30 процентов дешевле, вот как-то в моём разуме. Я говорю, вы знаете, вот так вот если 17 тысяч, я говорю, да это как бы считай за месяц, это ещё должен быть очень хороший месяц. Это считай все деньги отдать, как бы сказать, да. Она ей говорит, ну, я говорю, если ты занятия какие-то проводишь, она говорит, ну, можно и раз в 10 минут, и так группы набираются. Ну, а что это раз в 10 минут 10 секунд? Вот так вот я иду мимо, да. Я увидела эти 10 секунд, не успела записать номер. И что, я буду 10 минут стоять и ждать повтора? Так бы если раз в 2,5 минуты, ещё более-менее. Ну, вот у нас федералы заказывают, там по 5 секунд заказывают, но вам местным лучше 10. Я так поговорила с ней, ну, из рекламного агентства там у них какой-то, и думаю, о, нормально, да. Меня ставят в ровень с федералами. У федералов обороты миллионные. Они дают рекламу за 17 тысяч. И я, Оля, которая несколько тысячонок на трусы себе зарабатывает, тоже 17. Вот вам и справедливость, да. Огромные эти всякие, да, компании, которые с оборотами, да, а для них 17 тысяч что? Фу, а мне эти 17 тысяч отрабатывать сколько, понимаете? Вот. Какую рекламу дать? Где дать? В интернете, а в интернете вот эта вся реклама, которая, вы знаете, на Авито пробовала, проплачивать рекламу. Ой, это вообще деньги на ветер. Там надо тоже сотни тысяч рублей в рекламу вкладывать. Ну, хотя бы, хотя бы начать с 1030-40, чтобы она сработала. И то, тут у меня не такие объемы. Что мне, заплатить за рекламу 30-40 тысяч в месяц и отрабатывать потом ее несколько месяцев? Ну, вы понимаете, вот, о, надо быть дураком полным. Предлагаю рекламу на моем канале. Могу снять видео про вас, могу включить интеграцию. Для псковских и не псковских, для блогеров и для тех, кто продает или что-то предлагает, обращайтесь на мою личную страницу ВКонтакте. ВКонтакте реклама там тоже, тоже полная фигня. Тоже туда деньги только давай. В трубу. На Авито сейчас вообще реклама поменялась. Там вообще за клики, за просмотры тоже фигня полная. Раньше там было x5, x10, теперь за клики. Тоже обман, все. Только чтобы деньги сдирать с людей. А реклама не работает. Вот. Помню, как-то мне кто-то написал, вообще, я смеялась долго. Написал мне комментарий. Оля, чтобы тебе не тратить нервы, когда тебе там шугают, когда ты ходишь по подъездам, там, с листовками, с этими. Ты попроси мужа, пусть он тебе даст рекламу. Доска объявлений внутри подъездов. Ой, зайки, у нас это не работает. Ой, это не работает. Туда никто не смотрит. В подъездах темно. Это во-первых. А во-вторых, эта реклама тоже стоит кучу денег. Вот сами подумайте, муж будет оплачивать, не знаю, тысяч 20-30 бабе за рекламу? Для чего? Чтобы она 5-10 тысяч заработала? Вы сами-то понимаете? Вот вообще, ну, дурковатые люди тоже. Понимаете меня? Заплатить 20-30 тысяч за рекламу, чтобы 5-10 тысяч заработать. Ну, окупать ее несколько месяцев. Ну, понимаете, да? Вот и вам и справедливость. Вот вам и замкнутый круг. Если ты нищий, ты чем-то занимаешься таким нищебродским, то ты и будешь нищим. Вот. Понимаете, зайки? А если, как это? Оля, расширяйся. Куда расширяться-то? Куда расширяться? И так народ не ходит. Кому впаривать-то? Или он, как эти, какую-то студию откроет где-нибудь в городе, а потом продают, типа, как франшизу. Франшизу. Это тоже особый вид дела. На самом деле, у них там ничего успешного нет. Так чисто создают видимость успеха. А все для того, чтобы потом дуракам по провинциям франшизы продавать, готовый бизнес. Ой. Мне тоже представляют. Постоянно эти выпадают рекламы, звонят эти боты. Откройте студию, откройте студию. Ага, да, сейчас открою. Чтобы это в жопе остаться с долгами, да, с кредитами. Откройте студию, да. Потом сидите, бомжуйте. Со студиями. Просто многие люди думают, что, знаете, это так легко, мы тут так это в деньгах, может, роемся, эти хореографы, педагоги. Да ничего не роемся, зайки. Все от людей, от вас зависим. Вы болеете, у вас свои дела, у вас праздники, вы о нас забываете, на занятия не приходите. Вот. И все. Нищие мы, нищие. Особенно в провинциях. В Москве-то, в Питере еще можно как бы там, ну, так это, маломальски можно. А у нас-то что? А у нас-то что? Люди иногда, знаете, глупые тоже приходят. Вот мы у нас занимаемся, мы в цоколе. Приходят некоторые, и некоторым нужны хоромы. Не понимаю, что за хоромы аренда-то сумасшедшая. Вы видели, какая сейчас у нас в Пскове люди походили с ума за коммерческую недвижимость. Знаете, какая аренда? И по тысяче за квадрат могут брать. И 800, и 1000. Я имею в виду, когда вот сами первые собственники, да, организуют студии школы танцев. Там может быть аренда, если место ходовое, там где-то красивое, да, там же все красивое, надо, чтобы фотки выложить в интернет. Так там может аренда за метр стоить 800 тысяч, ну, чтобы студию открыть. А на студию надо хотя бы метров 100, понимаете? И что, вы представляете, если 800, это надо 80 тысяч, а плюс еще коммуналка, это 100 тысяч за аренду коммерческую. Это сколько с вас-то надо будет брать-то бабок за эти занятия? Поскольку по 5-6 тысяч, во Пскове кто будет за 5-6 тысяч-то ходить? Не, ну есть ходят, он там Алла Духовой, да, ну Алла Духовой, у нее имя есть, а я кто? Оля, нищебродка Оля Духова, да, ну, понимаете? Деньги тянутся к деньгам, ты нищий, ты и будешь нищим. Единственный способ у нищего заработать как следует, это, знаете, как в фильме эти, как их, бесстыжий американский сериал, да, американская версия, да, бесстыжим. Там Лим говорит этой своей сестре, которая хотела, хотела бы, замнила себя каким-то там администратором клуба, все деньги просадила туда, а он людей обманул. Он говорит, единственный способ заработать у нас, это обмануть или кинуть людей других. Я уже сам со всем разобрался. Как? Наплел народу с Нордсайда, что у тебя будет играть Уилка. Я же говорил, как заработать деньги бедному? Украсть или кинуть? Ну, ты предупреди, если все изменится, и ты опять такой финт выкинешь. Вот так люди, вот так же обычно люди-то и зарабатывают. Кидают где-то, обманывают. Вот. Как в 90-е-то было. Кинули, отобрали. Вот. Помните, как в реальных пацанах, это, это, Колян приходит к этому, отцу-то этой девке-то. В первых сериях это было. Вот. А он и говорит, ну что, говорит, как я, говорит, заработал-то первый миллион. Ну, там были эти, вагончики стояли, ну и что, вагончики есть, вагончиков нет, забрал себе. Вот, там с чем-то. Вот. Чтобы я весь этот бизнес на своей шкуре вот прохалывал, а? Да он стопудово и сам так начинал. Короче, дело как было. Мы с Валидами Мякишем калаши берем, залетаем к нему в офис. Ну и старого директора нафиг. И упало тогда нам в собственность 12 вагонов. А один вагон, это, считай, миллион. Считай, папа миллионер. Говорит, как, у нас, говорит, тут это фирма, интернет какая-то там, провайдер. Он говорит, какая провайдер, о чем-то? У меня там вагоны стоят, это, под городом. С чем-то. Это фирма прикрытия другого, понимаете? Вот. Вот, зайки, вот так. А мы с вами нищие. И нам в сказке рассказывают, что у нас у нищих есть шанс выбраться. Не, ну кто, у кого-то, конечно, есть шанс. Но это чисто, знаете, кому повезет. Вот, кому повезет, кто удачно, где-то что-то там. Ну, понимаете? А у нищеты нет возможности выбраться там. Знаете, мне просто обидно, когда сказки рассказывают нищим, что у них есть шанс, у них еще что-то есть. Обманывают все, обманывают, чтобы у вас эта надежда появилась какая-то. Нет никаких шансов. Вот вам шанс. Вот все, не покажу вам, как буду ходить листовки разносить. Покажу этих обманщиков, которыми завалены все листовки у нас в городе-то. И из-за таких обманщиков, сейчас же, по-моему, законопроект принимается, что наказывать штрафом тех, кто вот листовки разносит рекламные. Конечно, я 500 штук в неделю разнесу. И то, какая это реклама? Приглашение на занятия. Господи, какая я рекламщица-то? Нищий педагог. А мне когда начинают обругивать подъезды, я людям говорю, да я педагог. Какая я рекламщица? Посмотрите на меня-то. Какая я рекламщица? А у этих тварей, они по 30-50 тысяч в месяц разносят листовок. Понимаете? У них разнос листовок каждые две недели в город обносят. Почему? Они людей обманывают. На компьютеры вот эти. Живу рядом, приду быстро. Эти вот смазливые мальцы на авито у них еще реклама. Понимаете? Берут по 10, 15, 20 тысяч. Придут, херню какую-нибудь сделают, вай-фай на стоят. С вас 10 тысяч. Себе надо взять там 3 тысячи за заказ и этим отстегнуть 7-8. Понимаете? Этим агрегатором, которые сидят хрен знает где, непонятно. А на авито для таких вот, там у них же реклама проплачена. Там во всех городах у них реклама, этот агрегатор, да? Ты звонишь и агрегатор не понимает, куда попадаешь. А вот для них на авито премиальные условия. Да, дай им ручку, Женька. Премиальные условия. У них там личные менеджеры, которые... Ну, сейчас освободят. У них там на авито премиальные условия, личный менеджер, который им дает особые условия. Для меня, для нищебродки Оли будут самые дорогие условия на авито, чтобы тысячу рублей заработать. А для тех, кто миллионы, миллиарды людей обкрадывает, у них будут особые условия. Видите как? Не для таких простых всё, а для таких вот, которые обманывают и миллионы зарабатывают. Вот закон примут, кому в первую очередь навредят-то этим законам? Мне навредят, которые 500 штук листовок разносят, на занятия приглашают, чтобы тысячу заработать лишнее. Понимаете? В месяц. А эти миллиарды, понимаете? Бьют по одним, а попадут по мне, нищие. Вот так, Заненьки. Вот у нас справедливость какая, видите? Всё для людей, всё для людей. А вот, Оле, можно рекламу заказать за 17 тысяч, он на табло. Понимаете? И потом на неё работать месяц, дай бог, отобьёшь. А ещё и не отобьёшь. Вот так. А вы мечтаете, мечтаете. Мечтаете, что заработаете честным трудом, дети ваши отучатся и пойдут честным трудом. Да, 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 конечно, да. Сказки себе рассказывать. Ой, сижу, блин, шла. Пальцы сводят. От долгой ходьбы начинают как бы неметь и распухать третий, четвёртый палец. Нет. Ну да, от мизинца нет. Если от мизинца считать, то получается... Не, ну да, если от большого, то третий, четвёртый. От мизинца второй, третий. Вот сижу, чтобы кровь немножко отлегла от ноги. Это просто невозможно. Ну вот. Скучно, ребят, скучно. Жить неинтересно. Раньше было интересно, когда студенткой была. Ну и там чуть-чуть. Ну я студенткой долго была. Было интереснее. Почему были надежды какие-то? А сейчас все надежды разбились об реальность. Еще один озон. Только одни озона. Они у нас теперь вместо пятерочек. С магнитами. Да, и пивас. Озоны и пиваса. Вот. Я поразносила свои листовки чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Так сегодня было мне ленить все. Но меня уже ценит какая-то привычка. Я вот уже не могу. Ну, то есть я вот не знаю. Но это вот какая-то привычка такая. Называется почувствуй себя несчастной. То есть, как бы сказать. То есть вот как будто хочется почувствовать эту несчастность от того, что ты разносишь эти листовки. Или ходишь. Но с другой стороны, мне так нравится ходить. Блин, все стрелки стерлись. Мне так нравится ходить. В том плане, что я когда хожу, я так отдыхаю. Я молчу, я ничего не говорю. Ты такой просто идешь, идешь. Единственное, ножки болят. В сапогах зимних. Скорее бы уже потеплее. А хотя сейчас уже можно одеть кеды. Завтра одену кеды. Да, сейчас уже нет такого снега и грязи. Ножки очень устают. Вот вам покажу два вида листовок вот этих мошенников. Вот первая листовка. Срочно выезжаю. Инженер по ремонту холодильников, стиральных машин, телевизоров. И точно такая же есть по компьютерам. Вот точно такая же. Работал в сервисном центре пять лет. Сейчас сама занятой. Поэтому цены ниже, чем у других. Да, у фирм. Дело свое люблю. Качество и порядок гарантирую. И написано Егор. И это агрегатор. Ну, я сейчас домой приду. Я позвоню этому Егору. Спросим. Пенсионерам скидка новому клиенту 30%. Ну да. Вот другая тоже листовка. Точно такая же есть на компьютерах. Стиральные и посудомоечные машины. Холодильники, электроплиты, микроволновая печь телевизора. Алексей, приезжаю в день обращения. Без выходных. Сейчас, когда домой приеду, я позвоню специально. И я покажу вам, что это агрегаторы. Что это эти люди, которые принимают эти заказы, сидят хрен знает где. И иногда ты им позвонишь, если... И они даже не могут найти мастера. Потому что какого дурак поедет обманывать. Понимаете, да? Вот так вот в маленьком городе ты работаешь, да? Обманываешь. Ну и что? Это хорошо, разве нет? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. А куда я попала? Мастер по ремонту бытовой техники. А это в каком городе вы ремонтируете? В Пскове. В Пскове. А вы настоящий мастер или вы агрегатор? Кто? Я частный мастер по ремонту бытовой техники. Агрегатор. А почему ваш телефон в поиске не бьется? А когда в телеграм забиваешь, написано алик какой-то. Я Егор, частный мастер по ремонту бытовой техники. У меня это рабочий номер телефона. И он нигде даже в интернете нет? У вас даже странички в интернете нет никакой? Сайта, ВК, группа? Нет, я частный мастер просто. Ну и что? Что вы хотите? Да я хочу узнать, вы настоящий или тот, который приходит, и поговорит 10 тысяч, 15 с вас? Я настоящий. Чем докажете? У вас есть страничка ВК личная? Можно посмотреть, что вы настоящий псковский житель? Вам помощь требуется. Не, я реально говорю, у вас есть страничка ВК? Я хочу посмотреть. Как вас зовут? Фамилия, имя? Егор. До свидания, да? Я понимаю, многие сейчас покажут, Оля, что-то так пристала к человеку. Ну а что? Вот если бы мне так позвонили, сказали, а у вас есть страничка? Я бы сказала, да. А как вас зовут? Вот, пожалуйста. Что мне скрываться-то? Вот страничка личная. Вот это, вот телефон. Что скрываться-то? Вон, телеграм, ватсап. Да пишите, куда хотите. Вот, меня так зовут. А человеку есть что скрывать, видать, видите? Сейчас у всех есть странички. У всего есть странички ВК. Если человек не готов назвать, значит, ему есть что скрывать. Ну, это понятно, что это, понимаете, да? Мне муж говорит, ты позвони, там, задавай вопросы. Зачем, какие вопросы? Господи. Я не собираюсь ходить кругами. Я, ну, прямую. Потому что так понятно, что это всё. А заметили голос какой певучий? Такой прямо, а-а-а-а. Прям такой голос прямо у мужика. Прям вообще оттренированный как следует. Понимаете? Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь, это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлечённых зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы! Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля.